Микс Ньюз Семь дней и ночей Древнее страшное проклятие гласит Если человек в течение недели не интересуется главными событиями страны и мира На седьмой день из радиоприемника Выползает Абик Элкин И происходит над ним Беспощенный ликвегес Семь дней и ночей О самых важных событиях в политике, экономике, международной жизни и культуре Слушайте в передаче «Семь дней и ночей» с Абиком Элкиным на Радио Болтком Каждую пятницу с 16 до 18 часов Семь дней и ночей Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Начинаем, как обычно, в это время нашу работу в прямом эфире И сегодня мы поговорим в первой части об электроэнергии И все, что с ней связано Мы знаем, что уже второй год пошел как либерализован или открыт рынок электроэнергии И на подходе с апреля должна начаться либерализация рынка газа Об этом мы знаем еще меньше Сейчас мы обо всем поговорим с нашим сегодняшним экспертом У нас сегодня в гостях Роберт Сантинч из компании Ая Повар Добрый вечер Добрый вечер Да, вот вы меня чуть-чуть ввели в курс дела И чуть-чуть еще и до эфира тоже Вот если сейчас говорить об электроэнергии Вот уже год рынок открыт Что вообще изменилось фундаментально? Ну, может быть, начнем Я знаю, что вы работаете с производствами, с юридическими лицами Что вообще происходит? Действительно ли есть альтернатива Латэнерго И люди активно используют вот эту альтернативу? Да Я бы, наверное, немножко добавил То, что сейчас больше чем два года уже открыт рынок для домохозяйств Для домохозяйств? Да Рынок для больших потребителей уже открыт больше чем пять лет И это мы видим тоже, как вы спрашивали по поводу конкурирования И тоже, скажем так, активности рынка Тогда, конечно, большие потребители очень активны Они меняют торговцев, они ищут самые дешевле решения Но маленькие потребители, как домохозяйство Они, к сожалению, не так уж ищут самые дешевле решения И эта смена торговцев была очень-очень маленькая По последним данным это было меньше, чем один процент вообще домохозяйств Меняли свой торговец электроэнергии И это для первого открытия рынка Это очень-очень малый цифр Очень малый, да Что касается вообще тенденций на рынке Вот если все-таки, ну, по крайней мере, какие-то компании Решили, посчитали, что, допустим, Латэнергия им очень дорого Какие у них есть возможности? Что это может быть? Когенерация, солнечная энергия Чуть-чуть нам расскажите об этом Конечно, есть много решений, что можно делать Если смотрим так исторически Тогда как-то давно у всех был только регулированный тариф Ничего нельзя было делать Потом рынок открывался И каждый уже мог сам смотреть самые хорошие решения цен И искать самого хорошего торговца с лучшими ценами И сейчас идем еще дальше И каждый потребитель уже может смотреть на способности Разрабатывать энергию у себя, скажем так, в хозяйстве И поэтому, почему это способно сейчас? Потому что очень быстро развиваются технологии Как вы уже, например, говорили, солнечная энергия Тоже один из ресурсов, который очень быстро развивается И сейчас уже экономически способно то, что Сами потребители могут тоже разрабатывать электроэнергию У себя, скажем, на доме Либо у себя на хозяйстве где-то Где-то можно это, конечно, делать И это уже такой, я бы сказал, следующий шаг Что можно делать потребителям И, конечно, еще третий шаг Что можно делать, это смотреть на энергоэффективность Поскольку у многих потребителей еще есть большие-большие резервы И не все эти знают И не все это смотрят Что касается действительно альтернативных путей Вот если компания, допустим, X к вам обращается И говорит о том, что мы посмотрели У нас какое-то небольшое производство энергоемкое И очень много мы платим за электричество Вот мы хотим снизить вот эти суммы Что вы можете предварить? Что обычно, вот в Латвии какие есть возможности? Да, ну, конечно, с тем и начинаем Это мы смотрим на цену электроэнергии Если цена электроэнергии у потребителей большая Тогда мы, конечно, можем дать что-то лучше Это самое первое, что можно сделать самым быстрее Второе, что смотрим, это Смотрим возможности самогенерации Самогенерации смотрим на возможность Генерировать электричество И тоже тепло Если такое нужно есть, например, у компаний Если смотрим только на электричество Тогда сейчас я бы сказал Что один из самых лучших вариантов Это является солнечная энергия Потому что она откупается довольно быстро Если смотреть на вообще как энергетические проекты Которые не так уж быстро откупаются И можно смотреть на когенерации Если есть потребление тепла Этой когенерации тоже сейчас я думаю Что самое большее-больше будет на биомассу Призойти, поскольку это зелёные ресурсы Дешевле, чем газ является И да, вот это то, что смотрим И что можно сделать И третье уже, что делаем Тоже смотрим на энергоэффективность Это надо смотреть всё целом Поскольку хозяйство, это же всё целом Потребление целом Энергоэффективность целом И тоже можно добавлять тогда Эту самую генерацию Всё как один Что касается когенерации Всё-таки ведь это тоже довольно большие инвестиции Или они тоже довольно быстро Можно их отбить Это тоже, конечно, большие инвестиции И самые большие, что если вообще так Можно от ресурсов найти Конечно, зависит от мощности Которая будет ставиться Но тут тоже есть решение Поскольку то, что мы тоже предлагаем Своим клиентам Что мы не только продаём эти проекты И проектируем их Но мы тоже продаём, что мы их финансируем И потом у нас уже является такая услуга Что мы, например, построили солнечную панель Солнечный парк у клиента И клиент просто от нас покупает электричество Димеон не надо покупать от нас сам парк И он просто покупает электричество Дешевле, чем он покупал от сети И для клиента выгодно И для нас выгодно Клиент сам может работать со своим бизнесом Не думать, как разрабатывать энергию Мы можем работать со своим бизнесом Что является разработкой проектов Солнечных парков, например Что касается солнечной энергии Понятно, что, видимо, за ней будущее И вот этот вид энергии будет развиваться В Латвии насколько это вообще приемлемо? Потому что не специалисты скажут нам Ну, у нас особенно зимой короткий световой день И даже днём часто бывает пасмон Ну, сейчас, например Да, солнечная не так часто бывает Что делать в этой ситуации? И всё равно солнечные батареи действуют Да, но солнечная батарея, что самое главное Это то, что всё время развивается технология Если, например, смотреть 3-4 года назад Тогда, конечно, эта технология ещё была старая Я бы так сказал Тоже очень дорогая Сейчас технология очень развивается Развивается потому, что в целом мире Являются очень большие инвестиции И идёт как раз в этой технологии И тоже на развитку новых Я бы сказал Способов, как добывать электричество Солнца И почему это идёт так? Потому что очень многих стран мира Как мы знаем, были большие субсидии Эти субсидии потом пошли в компании Которые делают солнечные панели У них были деньги Как эта технология идти дальше и дальше И поэтому сейчас тоже цены упали Эффективность выросла И тоже в Латвии является экономически Поставлять такие проекты И они откупаются довольно быстро Сверевряние с другими проектами И по поводу солнца Конечно, у нас солнца не так много Как в пустыне либо Африке Но у нас достаточно солнца Чтобы эти проекты были выгодны И, например, тоже То же самое и Норвегия Очень много сейчас поставляется Солнечные панели тоже в Финландии Так что, которые даже дальше от нас находятся Конечно Вот говоря все-таки о таком традиционном электричестве Я так понимаю, что вы тоже его приобретаете На свободном рынке, да? Да Ну, для своих клиентов, да Покупаем и потом продаем И ваша задача найти, естественно, подешевле Да, это у нас уже задача Найти самое дешевле Как купить И, значит, оптимизировать Чтобы клиенты могли достать лучшую цену от нас Покупаем из биржи Нордпул Покупаем тоже электричество Из компаний, которые производят в Латвии Тоже это биомасса Тоже это ветровые энергии Тоже и солнечные панели есть Которые производят Которых покупаем И я думаю, что у нас очень вообще большой объем Зеленой энергии в нашем портфеле, который мы продаем нашим клиентам Но зеленая, в принципе, ведь по большому счету Это выгодно со всех точек зрения коммерсанту, да? Я почему спрашиваю? Потому что есть такое мнение Ну, зеленая энергия там для политиков важна А коммерсанту какая разница? Ему главное, чтобы электричество было Ну, у нас в Латвии вообще так плохо сложилось Что все время есть, знаете, такие три буквы О и К Да Это О и К Обязательно закупочный компонент Да Вот, и всем потребителям это надо платить И все это знают Что они платят там довольно большие деньги за это И они все думают, что это только идет за зеленую энергию И потому зеленая энергия это плохо Ну, так и нет Вообще, этот О и К Самая большая часть идет в газовые станции Которые получают свою Тоже субсидии И только Самая, если так сказать Не меньше половины идет зеленым проектом И поэтому вот люди думают, что это вот О и К только на зеленую энергию И еще что надо понять, что сейчас все проекты, например, которые мы делаем в Латвии в данный момент Они вообще без никаких субсидий Они просто идут как проект, который разрабатывает энергию И энергия продается прямо потребителю Без сдавания ее сети Конечно, наверное Будет момент, когда будет опять новые субсидии Латвии Но я очень надеюсь, что это будет очень так продуманно И не будет такие Субсидии слишком большие Чтобы опять не было таких случаев, что мы просто субсидируем то, что не надо было субсидировать Конечно Вот что касается Несколько слов во второй части Может быть поподробнее Что касается газа Что вы ждете Можно ли проводить какие-то параллели Вот учитывая ваш опыт Что с газом будет примерно так же само, как с электричеством То есть постепенно Понятно, что с апреля сразу Все от газпрома не откажутся Мы реалисты Как это может происходить? Есть ли у вас представление? Есть, конечно Что-то похожее с электричеством рынка Но я думаю, что с газом будет еще медленнее это все Поскольку сейчас мы знаем, что рынок открывается в 3 апреля Но еще есть очень много неясной информации Что будет влиять на конечную цену То, что можно будет предлагать потом уже потребителям Мы тоже смотрим на то, чтобы продавать газы Я очень надеюсь, что мы это будем делать Но сейчас мы еще не говорим никаких предложений нашим клиентам Поскольку нет этой информации Как, например, будет работать сама система оптовой торговли газа И это, наверное, уже где-то, не знаю, в ближайшем месяце узнаем И тогда уже сможем давать тоже свои предложения нашим клиентам По поводу, если все откажутся от газа «Газпрома» Ну, я думаю, что, конечно, все не откажутся от газа «Газпрома» Просто будет вопрос, кто будет продавать этот газ «Газпрома» потребителю Сейчас был только один торговец «Латвии» из газа Ну, начиная с 3 апреля любой торговец может тоже покупать от «Газпрома» газ И торгать его дальше Есть еще другой ресурс Это покупать от Литвы, где они покупают с терминала газ Тоже есть способ оттуда покупать Но это всегда будет вопрос цены Что касается еще рынка электричества Насколько большая конкуренция вообще сейчас на рынке Потому что, ну, если взять простого обывателя на улице и спросить, что он слышал Он скажет, понятно, что вот энерго Вот это эстерия энергии, вот эстонцы предлагают Может быть, еще кто-то что-то вспомнит И создается ощущение, что особой конкуренции нет Рынок домохозяйства, я бы сказал, вообще без конкуренции Поскольку сегодня 99,9% даже являются клиентов «Латвенерго» Еще есть такие торговец, как «Балтком» Ну, «Балтком», который занимается интернетом и телевидением Это одно предлагает электричество Да, это, я думаю, очень интересное решение И, ну, я думаю, это почти все Есть еще какие-то маленькие компании, которые стараются в этом рынке работать Но, думаю, это больше как хобби, не как бизнес А если смотрим уже рынок, который является рынок для компаний Которые работают юридические лица Там, конечно, конкурируется больше И я думаю, что сейчас, конечно, нет еще данных по прошлом году И нет данных по первых месяцев этого года Я думаю, что где-то часть «Латвенерго» где-то ближе к 70-65% от этого рынка И другие торговцы уже отобрали довольно большие части Нам самим является около 5% от рынка, что мы торгуем электроэнергией в Латвии Это уже довольно много Да, конечно И тоже другие торговцы, как вы говорили, «Эст-Энергия», «Интерао», например, «Литовцы» тоже в Латвии работают Так что есть Что касается самих предпринимателей, которые к вам обращаются У вас, наверное, какой-то уже определенный вывод сложился Кто чаще всего обращается? Это, я имею в виду, средние коммерсанты? Это те, которые действительно что-то производят? Или это могут быть все, начиная, не знаю, от банков И заканчивая какой-нибудь металлургической мастерской? Я бы сказал, очень от всех, что вы говорили От всех клиентов, это кто-то, конечно, интересуется и смотрит на наши предложения Но, конечно, чем больше потребление у клиентов, чем он больше думает об этом вопросе И тем он больше смотрит этот вопрос на детали И тем он больше, наверное, уже сам больше знает Поэтому и большие клиенты, те, которым, так сказать, можно говорить больше одним языком Маленькие клиенты, они довольно часто являются такие Которых, например, покупают от самого Латвенерго электроэнергию И даже не смотрят, что у них там контракты написано На какие цены, что могут предложить другие торговцы И очень много раз они просто платят больше, чем они могли бы платить в другом месте Так что я бы сказал, всем надо было посмотреть свой контракт электроэнергии И какие там цены И, конечно, попросить кому-то другому тоже, торговцу, что он может предложить У нас много звонков, одевайте, пожалуйста, наушники Сейчас будем принимать звонки Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста Алло, добрый вечер У меня вот такой вопросик, может быть, немножко не по теме Вот получил счет коммунальный, да, и там вот А у нас обычно идет строчка, там общее электричество высчитывается А там сейчас появилась строчка какой-то за амперы общие Которые разделены между жителями Вот у меня вопрос, получается, как мне в управлении компании сказали Идет на дом какой-то амперы какие-то, там количество определенное И из-за них как бы вот цена, есть определенная цена Ее между всеми жителями дома разделяются А получается, я еще плачу за электроэнергию, там за провода, там за обязательные компоненты Там же тоже какие-то амперы, получается, как два раза за какие-то амперы плачу Спасибо большое, вот такой специфический вопрос Я не знаю, сможете ли вы ответить, да Я понял вопрос, и я попытаюсь ответить Ну, как сейчас тоже тариф Садал и Стыклс является двух сторон Есть фиксированная часть, которую вот платим за эти амперы И часть, которая меняется, меняется от потребления За каждый киловаттный час по-другому И эта часть, которая из-за амперы, она вот начиная с 1 августа Очень выросла, поскольку Садал и Стыклс менял свою структуру тарифов И больше растраты положили на фиксированную часть, тем на часть, которая меняется на киловатт И я думаю, что просто в данном случае было так, что тот, кто вам дает этот счет Либо там это коммунальное, кто вам вот это предлагает, эти услуги Они просто поняли, что эти растраты будут очень большие И они тоже поставили в ваш счет эту плату за амперы Но, к сожалению, это нормальная ситуация, что надо платить тоже за эти амперы Либо вот за мощность, которую вы... Это как плата за то, что вы можете в каждый момент использовать эту мощность электроэнергии Если вы ничего не будете использовать электроэнергии Тогда в этом тоже надо будет, к сожалению, платить Говоря еще, может быть, о рынке электричества Понятно, что вы больше сейчас занимаетесь юридическими лицами То есть фирмами, компаниями Что касается домохозяйств Как вам кажется, ваш прогноз, когда домохозяйство тоже начнет активнее участвовать в этом свободном рынке Сейчас вы правильно заметите, 99% ватэнерго Ну, остальное там болтком, еще кто-то может быть Но это же ничтожно мало Ну, я знаю, что, наверное, тоже Рингнак собирается Вообще-то какое-то время назад собирался идти лотелоком Они хотели тоже предлагать своим клиентам услуги вместе с своим уже услугами Что они в данный момент предлагают Но я тоже думаю, что для домохозяйственных клиентов Самое главное было, чтобы торговцы предлагали новые услуги, новые решения И, например, мы предлагаем то же самое солнечные панели Когда торговец не только продает электроэнергию Но они вам помогают какие-то другие вопросы решать, которые вместе с энергией Если, например, торговец пришел, вам поставил солнечные панели Продает тоже электричество И тогда уже вам является такая в целом услуга, которая у вас интересна В данный момент только менять торговца Из-за того, что будет, например, в году меняться 1-2 евро за общую часть Что-то, ну, как мы знаем, наверное, люди Латвии этому не делают Мне кажется, да, что все-таки, если бы они чувствовали, что была большая экономия Это другое дело Еще до перерыва, наверное, успеем буквально коротенько Вот вы сказали такое слово, сложное, может быть, для неспециалиста Энергоэффективность А как это вот на практике? Вот вы когда говорите вашему клиенту потенциального Что, знаете, вам было бы неплохо повысить энергоэффективность Что это значит? Это означает, что энергоэффективность Первое, что надо делать, это энергоаудит Энергоаудит означает, что идет специалист в вашей компании Просто смотрит все ваши растраты энергии И смотрит, где есть какие-то варианты что-то украшать И тогда уже после этого аудита дается, как, ну, я бы сказал, меню Меню, например, там написано, вот можно утеплять Можно менять там оборудование Можно там сделать сети, менять внутренние И все, что можно делать И каждую активитату дается тоже бюджет И как он будет отплачиваться И тогда уже можно вот это все делать То есть, в принципе, если, условно говоря, фирма находится в каком-то офисе С очень старой проводкой, то, может быть, дана рекомендация ее поменять для начала Ну, если просто это офис, то это, наверное, будет довольно невыгодно Поскольку там растраты электроэнергии очень маленькие Но если мы, например, смотрим заводы, которые находятся в старых домах Как часто являются Вот я о чем и говорю У этих очень многому всегда являются способности расклещать Вот, то есть, есть там варианты Да, конечно Да, спасибо большое, Роберт Сантович на студии Эксперт по электроэнергии Из компании Ая Поро Не переключайтесь Я вижу, что много звонков Небольшая пауза новостей рекламы Потом вернемся в студию Да, еще раз добрый вечер Уважаемые радиосудки Роберт Сантович на студии Из компании Ая Поро Эксперт по электричеству По энергии Вот сейчас мы об этом и поговорим Есть целое подразделение Которое, я думаю, интересует, наверное, многих автолюбителей Это электромобили Пока это многим кажется что-то, нечто экзотическое Правда, целый ряд бонусов уже есть Ты едешь по полосе общественного транспорта Ты можешь парковаться на муниципальных парковках И беги бесплатно Но, тем не менее, почему, на ваш взгляд, еще не так развит этот электротранспорт? Электротранспорт, самая большая растрата Идет на саму батерей Сколько вот, чтобы ее производить И потом инсталлировать в транспорте Но сейчас больше и больше больших мировых компаний Работают, чтобы эту батерейку сделать дешевле и много эффективнее И когда это произойдет, тогда, конечно, этот транспорт будет и дешевле и еще эффективнее Но я бы сказал, что даже сейчас электротранспорт является очень хорошим решением Если, например, ехать только по городу ехать, например, Риге Тогда с одной зарядкой где-то, если она у нормального транспорта является где-то 200 километров Что можно приехать, тогда это очень достаточно, чтобы весь день ехать И еще досталось было бы на следующий день Да, потому что на самом деле, ведь получается, что для тех, кто едет с работы домой, из дома на работу И по дороге в магазин, не так много километров он проезжает В основном он в пробках стоит Да, конечно, если транспорт, тогда можно ехать по полосе, как вы говорили, транспорт А вот что касается действительно электромобилей Я так понимаю, что одна из таких проблем – это зарядка, где подзаряжаться Да, сейчас я бы сказал, что Риге не так много мест, где можно заряжаться с электротранспортом Я когда сам брал тоже транспорт один день, этот электро просто, ну, как, тестировал, да Где-то зарядка была около ЦСД, да, там было ряд, три машины стояли, чтобы зарядиться Уже очередь Да, уже очередь Это вот такая страна Но есть тоже место, например, как торговый центр, где можно заряжать Ну, что, наверное, надо делать, если покупать электротранспорт, надо делать зарядку у себя дома Это самый эффективный способ, что можно делать Конечно, но это реально сделать Или на работе Конечно, это стоит, не знаю, начиная, по-моему, где-то полтора тысячи такое устройство стоит Можно тоже не делать специальную зарядку Можно просто брать кабель от дома и ставить, да Но, конечно, это будет просто медленнее, зарядка пойдёт, поскольку это специальная зарядка, она заряжает очень быстро А вот если вот подъехал так, чтобы подзарядиться, где ЦСДД, сколько вообще времени займёт зарядка? Ну, знаете, такая очень, как она считается, быстрая зарядка, она идёт где-то до 70-80% от батареи не целой, батареи зарядяется Ну, это где-то полчаса, 40 минут И всё, да? И всё, да Так что, ну, если планировать свою дорогу, и тоже, если есть дома такая зарядка, тогда, я думаю, это вообще нет проблем Или на работе Тоже, я думаю, что будет больше и больше ситуаций, когда, например, в офисах больших будет такие зарядки тоже, что клиенты Либо, например, если приехал на встречу на один час, поставил машину, зарядил и всё, едешь дальше, вообще без проблем Да, ну, я так понимаю, что, наверное, и сами машины ещё достаточно дорогие для латвийцев Мы видим, какой у нас автопарк, довольно старый, поэтому Ну, конечно, эти автомобили дороже, чем нормальные автомобили, но являются тоже какие-то варианты, что уже рынки получать Как я один тоже смотрел, например, это, ну, не реклама, но просто расскажу, как это, например, автомобили марки Kia Kia Avesolo, у них тоже цена, это является, конечно, не дешёво, да, цена около 30 тысяч евро Но если читать всё вместе, сколько вы будете рекоментировать, например, на топливо, сколько вы будете рекоментировать на эту парковку, сколько на всю проезд по полосам транспорта Тогда, я думаю, что это всё даже считается на то, что это будет дешевле, чем покупать обнаковенный автомобиль Да, возвращаясь вот к рынку электричества, электроэнергии, на ваш взгляд, если бы вот был убран этот, эта плата за ОИК, вот эта обязательная закупочная компания, что бы изменилось вообще? Больше бы компаний, не знаю, обращались бы к вам и к другим компаниям за вот этой альтернативной энергией? Ну, знаете, так просто убрать, с к сожалению, этот компонент нельзя, поскольку там большие тоже растраты были исторические и тоже у самого Латвэнерго И так, то есть, наверное, нам будет какое-то время, надо будет с этим работать Но я бы сказал так, что каждый потребитель сам может больше смотреть, ну, что можно делать Это, конечно, думать, как больше и больше энергию разрабатывать сам им И тогда не надо будет покупать от сети электроэнергию, поскольку от сети покупать надо платить этот ОИК И вот это то, что можно делать сам потребитель Если посмотреть еще на эту систему ОИК, тогда, конечно, этот объем будет унижаться год, но год вперед Я думаю, что, конечно, будет опять тоже новая какая-то субсидия для зеленых ресурсов Я бы сказал, что, ну, скажу, наверное, что-то непопулярное Я думаю, что субсидии какие-то должны быть для зеленой энергии Но это надо делать очень-очень продуманно и делать субсидии только такие, чтобы давать способ проекта работать Не того, чтобы он откупался, не знаю, там, за 2-3 года, это неправильно Надо делать так, чтобы он откупался, не знаю, там, 7-8-9 год, ну, чтобы он был, мог работать Да, вот что касается все-таки, для многих кажется экзотически вот эта история солнечной батареи Но, а если вот фирма имеет определенную специфику, то есть надо работать не только днем Но приходится работать и после завершения этого светового дня, особенно зимой, он уже в 3 часа завершается Есть ли какие-то возможности комбинированных решений, когда вы говорите, что, да, мы можем поставить солнечную батарею Но поскольку вы работаете, условно говоря, вечером, то можем предложить то-то и то-то Что это может быть? Да, ну, в первых я бы сказал, что, конечно, от сети никто не отключается Да, все, конечно, у которых тоже становятся солнечные панели, все будут покупать и от сети электричества, и тоже от солнечных панелей потреблять Что является вот таких, что можно делать в случае, если хотели бы использовать тоже солнечную энергию в ночи Тогда это следующий этап уже будет копление энергии, да И тоже, что является очень важным, чтобы скапывать энергию, это является тоже стоимость батареи Ну, и батареи, чтобы скапывать электроэнергию, например, это то же самое, которое используется в электротранспорте И поскольку электротранспорт батареи все время развивается, то я думаю, что еще, не знаю, в течение 2-3 год мы будем видеть, что тоже будут такие решения, например, для больших потребителей, которые могут тоже скапывать энергию И потому что это будет просто становиться дешевле, и это будет уже экономически дает какую-то прибыль от этого И вот потому надо просто немножко подождать, и все, что можно будет делать, можно будет даже идти дальше Можно не только будет скапывать электроэнергию от солнечных батареек, но можно тоже будет скапывать электроэнергию от сети, когда сети цена очень низкая Например, ночью скапываем и днем ее используем Или даже по-другому, когда мы скапывали, и если днем цены очень-очень выросли, например, на бирже, когда очень что-то случилось Тогда можно даже обратно продавать, еще деньги зарабатывать Так что в будущем больше и больше потребитель будет иметь, я бы сказал так, власть над энергокомпанией Если исторически было так, что энергокомпания просто продавала, например, за регулярный тариф электроэнергии То в будущем с тем, что развиваются технологии, больше и больше будет потребитель диктировать свои условия А вот интересно, все-таки насколько для иностранных энергокомпаний, которые занимаются продажей электричества Вообще интересен рынок Латвии, потому что мы знаем, что рынок очень небольшой Люди у нас, приличество у них не очень хорошо с противоспособностью И тем не менее, я так понимаю, что есть иностранные компании Ну иностранные, которые работают, Латвия, это больше те, которые работают из нашего близких соседей, я бы сказал Из Литвы, Эстонии и тоже Россия Это только вот три страны, от которых у нас являются торговцы электроэнергии Ну и это тоже являются, конечно, самые большие конкуренты Если смотреть на торговцев, которые работают только с латвийским капиталом Тогда я бы сказал, что мы торги без Латэнерго, которые являются как латвийская компания Которая вот тут родилась и тут все работаем Которые нет каких-то, вот ниоткуда другого места не пришли, да Конечно Да, вот я вижу, что у нас много звонков Мы успеем еще несколько звонков принять в продолжении нашего эфира Добрый вечер, слушаем вас Добрый вечер Я бы хотел узнать, выгодно ли ставить солнечные батареи Если в сравнении с подключением садовых пиков Например, они там около 3000 предлагают Сколько может стоить солнечная батарея на дачу или на дом? Да Я, наверное, понял вопрос Вопрос был, можно ли заменить Если, ну, просто это подключение сети со солнечными батареями Я бы сказал, что сейчас это было бы трудно сделать Поскольку, как мы уже говорили, солнце в цвете только днем И ночью тоже надо потреблять энергию Вот поэтому надо все-таки тоже вот смотреть на решение Где есть какое-то подключение сети И тоже тогда солнечные панели можно комбинировать Конечно А вот все-таки, я так понимаю, что придет время, когда не только фирмы, но и частные дома Многоквартирные вряд ли, но частные тоже будут пытаться устанавливать солнечные батареи Частные дома Латвия уже где-то ставит, конечно, солнечные панели И я думаю, что будет это больше и больше развиваться Поскольку Латвия еще сейчас, как мы считали, где-то поставленная мощность В целом солнечные панели где-то около 3 мегаваттов Это 3000 кВт как мощность поставлена В сравнении могу рассказать, что, например, Литве это где-то 70 мегаваттов Либо 70 тысяч кВт мощности поставленной Интересно Вот в Латвии мы находимся еще в таком очень раннем стадии этом рынке Вот одно время, вы сами помните, когда создавался ОИК Обязательно закупочный компонент Были очень модные, так можно сказать, ветряки их называли Ветряные генераторы Что-то в последнее время не так много о них слышно Многие даже говорят о том, что это вообще вредно для здоровья и так далее Как на самом деле, что происходит с ветряными генераторами? Насколько они сейчас еще в моде? Ветровые генераторы, конечно, в моде Я думаю, они тоже будут использоваться больше и больше В Латвии сейчас не было многих новых проектов Поскольку нет тоже этого субсидий для новых проектов и ветровых парков Какие-то еще строятся по старым субсидиям Но я думаю, что большой активитат будет тогда Когда будет опять какой-то помощь, так можем сказать, в способе субсидий Но для ветровой энергии она отличается солнечной энергией с тем, что ветровую энергию можно поставить только там, где дует ветер Солнечную энергию можно поставить в любом месте, где есть у вас просто площадь Потому что в Латвии ветровая энергия больше, конечно, в Перебеже, где Курзе находится В этом Лепе, Венспилс, там больше ветревиков И следующее, что будет этап, тоже будет строиться, делаться ветровые парки в море Это, я думаю, тоже в случае Латвии, наверное, как-то мы до этого дойдем Что надо просто в море строить ветровые парки Поскольку там тоже больше ветра И там можно больше разрабатывать энергии Если сравнивать вообще цены за электричество Можно ли сказать, что у нас, ну, она не самая дорогая электричество По сравнению, не знаю, с Германией Или с Скандинавией Я думаю, что у нас не самое дорогое электричество И главное, когда смотрим на какие-то цифры Надо сравнивать то, что можно сравнивать Иногда бывает так, что, например, вот тоже Компания Латвии берет, смотрит какие-то цены Там Германии у потребителя И говорит, ох, у них там, не знаю, 2-3 раза дешевле Но это только для таких потребителей Например, Германии тоже Которые очень много потребляют И которым очень эффективная тоже Это доступность в сети И если смотреть тоже на три балтийские страны Тогда у нас в Латвии в среднем то же самое Что является в этих странах Конечно Да, вот возвращаясь к тому, может быть, с чего мы начали Вот если компания, там, не знаю, X или Y Решила что-то изменить с точки зрения электричества Когда вообще этой компании нужно действительно Начинать какие-то перемены Если они, только, как вы правильно заметили, сидят там в офисе Несколько сотрудников, может быть, не имеет смысла все это затевать Вот когда? Если они видят, что у них какое-то очень большое потребление Какой должен быть такой индикатор, когда им надо что-то пытаться менять? Ну, конечно, первый индикатор билби потребление Если потребление, там, не знаю, там, несколько киловатт в месяц Тогда, конечно, каждый этот шаг будет стоить больше, чем будет какая-то эффективность Но можно, я бы сказал так, если у компании есть... Они сами думают, что они тратят много за электричество Они сам им кажутся, что, например, тысячу месяц платят, две тысячи месяц Это уже какой-то объем, с чем можно начинать И как мы всегда сделаем нашими клиентами так, что, когда мы начинаем работать с новым клиентом Мы смотрим не только то, чтобы ему продавать электроэнергию Но мы смотрим тоже, как можно было ему помочь другим способом Смотрим, что им делается с энергоэффективностью Смотрим, можно ли ему, например, поставить какую-то солнечную панель И как можно вот это его хозяйство энергии развивить и сделать лучше Понятно, может быть, такой один из последних вопросов Все мы краем уха слышали о проблемах Лепа и Сметровук Сейчас в очередной раз после непротивоспособности его продают Но и предыдущие владельцы, потом украинские инвесторы Как одна из причин, это их версия была Что очень высокие энергозатраты Потому что мы понимаем, что вот эти доменные печи Можно себе представить, сколько энергии они сжирали Это безостановочное производство Плюс, естественно, освещение территории и отопление В общем, все это, понятно, что влетало в копеечку На ваш взгляд, я понимаю, что они не были вашими клиентами Но вот если бы такая крупная компания, неважно, как она называется К вам бы обратилась Что-то там вообще возможно сделать При таких больших мощных энергозатратах Вряд ли там бы поставили бы солнечную батарею Нет, так много солнечной панели, наверное, было трудно там поставить Лепа Конечно, можно делать И если смотреть на вообще, ну как Сначала я отвечу, может быть, Лепа и Сметровук То есть, конечно, цена на электричество Это только один из аспектов Почему у них так не получилось, как они хотели А по поводу, как что сделать им с растратами Конечно, можно было бы делать И я бы тоже, когда я смотрел эту ситуацию снаружи Я думал, что там же есть много вариантов, что можно делать Поскольку тоже, например, с таким большим потреблением Можно думать про самогенерацию То же самое, ко генерации можно делать Поскольку немного тепло потребляли И то же, как закупать электроэнергию Поскольку электроэнергию тоже можно покупать просто И платить много А можно немножко подумать и платить меньше Это тоже надо уметь И надо просто искать источник электроэнергии Да, потому что ходят такие слухи Вы, как специалист, знаете, что многие умудряются Как-то вот покупать на этой бирже ночью Когда якобы она дешевле Такой есть стереотип пока не мере Биржу, конечно, ночью является энергией дешевле И тогда выгодно покупать по ценам биржи Но днем бывает так, что цены тоже вырастают Поэтому у нас тоже есть такое Что мы предлагаем нашим клиентам Что просто ночью можно покупать по ценам биржи электроэнергии А днем мы цену фиксируем Это означает, что клиенту не будет риск Что днем цена будет вырастать А ночью он будет покупать по ценам биржи Когда цена очень низкая И, конечно, если клиент сумеет Немножко перенести это потребление дни в ночь Тогда он будет платить еще меньше Ну, вы видите вот такой последний вопрос Что психология бизнесмена меняется Что он действительно понимает Что электричество – это не просто какая-то обреченная Что вот ему, условно говоря, там Латэнерго прислала счет Вот сколько написала, столько и плати Там 100, 200, 300 евро, 1000 евро Меняется, конечно, меняется Но меняется, я бы сказал, довольно медленно Медленно все-таки Но меняется Это хорошая сторона, что меняется И больше, и больше Тоже, как и говорили Владельцы бизнесов Тоже финансовый директор И про это думает Поскольку они начинают понимать Что там есть деньги Ну что ж, спасибо большое Я думаю, на этой ноте мы и закончим Я думаю, что предприниматель Это была полезная беседа По крайней мере С точки зрения того Что, ну как Электричество Без него никак не обойтись Но есть разные возможности Технологические И вы мне до эфира сказали Что и эта сфера тоже развивается То есть вы думаете, что еще появятся Разные варианты Получения И от солнца И не только от солнца Да, конечно, многие варианты Получается И больше и больше будет развиваться И биомасса Вот это тоже Биомасса Ветровая, солнечная И все будет развиваться И только надо смотреть Какие у нас есть Возможности У нас был студент